Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в интервью Радио Спутник назвала причины возникновения изжоги и дала советы, как распознать заболевания, на которые указывает неприятный симптом. Бережная пояснила, что изжога, ощущение сжения в верхней части живота и дискомфорта в области груди, появляется при попадании содержимого желудка в пищевод. Причина кроется в том, что в желудке кислая среда, которая позволяет переваривать пищу, в то время как пищевод предназначен для транспортировки еды. Поэтому когда в него забрасывается кислота, происходит ожог. Врач отметила, что изжога не всегда сигнализирует о заболевании. Она может возникать у здоровых людей, например, когда человек переел, резко наклонился или в случае большой физической нагрузки после еды. Это бывает, это вариант нормы. Пищевод быстро восстанавливается, есть такое понятие клиренса, в медицине, скорость очищения среды или ткани организма от какого-либо вещества, прим, ленты, ру, отметила Бережная. В числе иных причин может быть аллергическая непереносимость каких-то продуктов, от молока до мяса или пива. По словам врача, если есть аллергическая составляющая, то организм будет пытаться избавиться от агрессивного воздействия. Например, бананы содержат большое количество крахмала, и у некоторых людей через 20-30 минут после приема пищи возникает дискомфорт, тяжесть. Если вы съели очень острые продукты, например, настоящее тайское блюдо, может возникнуть не просто изжога, но даже острая боль и спазм, объяснила гастроэнтеролог. Если же изжога возникла однократно, следует проанализировать свой рацион и понять, что привело к болезненным ощущениям. Врач также посоветовала принять препаратов от изжоги, однако злоупотреблять такими лекарствами не стоит, поскольку они также могут вызвать аллергию. Однако, подчеркивает гастроэнтеролог, если изжога возникает часто, нельзя медлить с обращением к специалисту, поскольку такой симптом может указывать на поражение желудка, 12-перстной кишки, поджелудочной железы или развитие панкреатита. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал самое безопасное обезболивающее. По мнению специалиста, таковым является парацетамол. Как объяснил врач, чаще всего люди в качестве обезболивающих применяют нестероидные противовоспалительные средства. К ним, в частности, относятся анальгин, аспирин и ибупрофен. Однако большинству они противопоказаны, поскольку могут вызывать гипертонию, инфаркты, инсульты или иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний. Особую опасность они могут представлять для людей старше 60 лет, поскольку могут спровоцировать кровотечение.